Я Росток Андрей Владимирович, я доктор психологических наук, профессор, мне 58, с 61 года рождения, поэтому, скорее всего, я старше, чем все вы, но на нашей программе были люди и старше меня, то есть были люди под 70, в качестве слушателей были доктора наук, кандидатов много всегда и так далее, в качестве студентов, слушателей. Соответственно, пугаться не надо, что я доктор наук и профессор, это я специально говорю, потому что фактически я человек не науки, чтобы вы сразу понимали, несмотря на то, что я защитил докторскую и так далее, но я не человек науки, я абсолютный практик. Ну, то есть вот, мне 58, а с 22, то есть сколько уже там, 36 лет, я занимаюсь непосредственно практикой нон-стоп, то есть с 22 я занимался со сборной Советского Союза, тогда еще по велоспорту, как бы там мы работали с ними. Потом, когда рвануло в Чернобыле, через два года, слава богу, после того, как рвануло, уже саркофаг поставили, мы туда ездили, работали с ликвидаторами, тогда это называлось ПО-спецатом, производственное объединение с ПО-спецатом, с руководством ПО-спецатом. В течение года 15 дней в Москве, 15 дней в самой Припяти, то есть там, ну, где-то метров 500, там, до саркофага, и, в общем, вот, собственно говоря, такая экстремальная ситуация была, как бы в моей жизни, это опыт колоссальный. Вот с тех пор, с тех пор, как раз вот с 20, я не знаю, сколько, в 88-й, с 27-ми, фактически вот эта линия работы в экзекутив-коучинге, тогда не было, естественно, никакого слова экзекутив-коучинг и бизнес-консультирования не было, был Советский Союз, и это называлось практической психологией, психологией там работы в экстремальных ситуациях, с бизнесом, даже такого слова, как бы с организациями, да, с людьми в организациях, практическая психология работы с этим. Потом уже, как бы, появилось понятие коучинг, экзекутив-коучинг и так далее, но фактически это и был тот самый экзекутив-коучинг. То есть вот с 88-го года, фактически, начав работать с руководством ликвидаторов, я так вот по этой линии и пошел, то есть где-то в течение 35 лет до сегодняшнего момента я поработал с руководством, с собственниками, с топами, ну, практически всех, как бы, крупнейших государственных и бизнес-структур России и многими международными. Эта линия вот этого, работы с бизнесом, она, как бы, одна важнейшая, как бы, линия. У меня есть вторая линия, я должен об этом сказать, потому что вы все равно об этом услышите или уже знаете. Вот уже есть человек, по крайней мере, один, который с другого дня открытых дверей здесь, Денис сидит, который я уже идентифицировал. Короче говоря, вторая линия – это линия психотерапии. То есть я единственный в стороне человек, у которого, как бы, вот они сплелись, сплелись неразрывно, как бы. То есть я одновременно занимался и психотерапией, и бизнесом в течение последних 35 лет. Но эти линии, они всегда шли параллельно и независимо друг от друга, как бы. И в данный момент, вот, собственно говоря, ну и вот эта вот линия психотерапевтическая меня привела в свое время в психоанализ. Я пионер, пионер психоанализа в России, и параллельно работая с бизнесом, как бы, тогда вот это 90-е годы, 90-е, 95-е годы, там, короче говоря, это был уже такой серьезный, как бы, психоаналитический психотерапия, серьезный, там, такая, прикладной психоанализ, там, работать с организациями и так далее. Хотя еще не был психоаналитиком в таком современном понимании смысла, потому что не было психоаналитического образования международного. Потому что его вообще не было в России. Я пионер психоанализа, один из пионеров психоанализа. То есть мы начинали, как бы, что здесь не было вообще никакого психоанализа, в принципе. Поэтому, по сути, как бы, ну, психоанализ, чтобы понимали, на самой вершине иерархии психологии и психотерапии и вообще как бы всего, да, то есть вот есть вот эта пирамида иерархия, на самом первом нижнем уровне это экстрасенсы, ну, понятно, там, экстрасенсы, магии там и так далее. Дальше идет нейролингвистическое программирование с риском обидеть кого-то из вас, но тем не менее, как бы, это так, кто занимался в коучинге, я имею в виду, тем не менее, как бы, реальность, она такова, то есть нейролингвистическое программирование находится на самом, на самом нижнем уровне, как бы, вот этой иерархии. И оно, собственно, первым пришло в Россию в 90-е годы, потому что, как бы, ну, как бы, сначала были экстрасенсы, потом нейролингвистическое программирование, которое все мгновенно лечит, за пять минут там решает все проблемы. И оно, естественно, перекочевало в коучинг и работу с бизнесом, как бы, в идее того, что можно помочь вот так вот, как бы, там, решить проблемы бизнесменов, топов, как бы, там, очень быстро, одной, две, три сессиями, как бы, все решается, все с помощью нейролингвистического программирования, не такого вот коучинга классического, который использует эти вот методы во многом манипулятивные. Иногда, как бы, можно как будто все решить. Значит, это вот следующий уровень. Дальше пошли постепенно приезжать более серьезные психотерапевты из-за границы. Это гештальтерапия, психодрама, телесно-ориентированная психотерапия. И последними, только сами последними пришли психоаналитики в Россию. Это был, там, 98-й год только, когда их, они вначале появились. Соответственно, вот эта вот пирамида психологическая, она существует. И то, что мы имеем в отношении прикладного бизнеса, то есть, вот, практической психологии, помогающей бизнес, к сожалению, как бы, вот, там, где-то, примерно, 10 лет назад еще, оно оставалось, оставалось только на уровне, в России. В России оставалось только на уровне применения нервно-лазистического программирования. То есть, вот, классический коучинг, который использует NLP, ну, и еще какие-то, там, вот, разные-разные такие вот штуки, но, в основном, такие вот, или директивные штуки, или еще что-то. Ну, во всяком случае, вот этот, вот, вот этот уровень. То есть, фактически, постепенно-постепенно начинают появляться, там, какие-то другие уровни в коучинге, гештальт, коучинг, там, и так далее. Но о психоанализе, естественно, в России никто не слышал, 10 лет назад, до, как бы, до того, как я открыл здесь эту программу. Я рассказываю, откуда программа взялась. Это очень важно для вас понять, что, на самом деле, она не взялась из воздуха, или она не взялась, потому что я захотел ее открыть, вот, мне захотелось что-то сделать, какой-то бизнес образовательный, я его сделал, как бы, и прекрасно. Нет, психоаналитический коучинг, это, на самом деле, не коучинг, психоаналитический подход к работе с организациями, с топами, существует с 1960-х годов, задолго до какого-либо понятия коучинг, там, и так далее. С 60-х годов, когда Альфред Бионг, колоссальный, там, пионер психоанализа, начал работать с организациями, с группами, там, и так далее. Уже в 1983 году, то есть 35 лет назад, была организована громадная международная ассоциация психоаналитических исследований организаций. Ее основателями были четыре человека. Манфред Кэтс-Диврис, мы о нем чуть попозже поговорим, Ларри Хиршин, ну, и еще двое, как бы, там, Левинс, один из них, двое, ну, по-моему, один из них умер, второй не знаю, но, по крайней мере, вот, два из них, которые основали эту организацию, один из них наш научный руководитель этой программы, к которой вы сейчас пришли, А Ларри Хиршин, он, там, почетный профессор в нашей программе, он уже три раза сюда приезжал, преподавал, там, и так далее, и, естественно, будет продолжать преподавать. Собственно говоря, что такое эта ассоциация? То есть это тот громадный психоаналитический подход к бизнесу, который существует в мире, говорю, с 60-х годов, с 80-х он уже институализировался в громадную ассоциацию, которая включает в себя исследователь, по-моему, что-то из 20, что ли, 5, или, я сейчас могу ошибаться, количество стран, каждый год у них конгрессы проходят, соответственно, просто это я описываю, чтобы понимали, что вы приходите не куда-то, в место, которое создал Рассохин, понимаете, и там, вот ему, там, я не знаю, там, захотелось что-то сделать или еще что-то. То есть это колоссальная мировая традиция, которая задолго до, ну, вот, классического коучинга появилась, развивается, там, и так далее, уже более, там, около 70 лет, 60, 60 лет. У нас в России она развивается порядка 10 лет уже, как бы, с того момента, как я здесь основал в высшей школе экономики вот эту магическую программу. В реальности, лично я работал в этой традиции, как бы, задолго до этого, естественно, как бы, просто, ну, как бы, не создавая никаких программ. Еще, еще откуда, что появилось здесь, значит, собственно говоря, откуда эта программа вообще взялась? Как таковая история ее следующая. История, вот, сотрудничество с Манфредом Козди Врисом, который у нас научный руководитель. Кто не знает, кто такой Манфред Козди Врис, то может в Яндексе вбить, и на русском. И, в общем, вы сразу получите миллион ссылок о нем. Ну, то есть это гуру современного бизнес-консультирования, легенда, там, и так далее. Важно знать другое, что он психоаналитик, такой же, как и я, профессиональный. Он, собственно говоря, как бы, один из открывателей вот современного прикладного психоанализа в работе с бизнесом. И он же является, являлся, там, не, сейчас является, естественно, профессором знаменитой бизнес-школы Инсиад. Кто не знает, что это за бизнес-школа, это одна из двух самых знаменитых бизнес-школ в мире. То есть Гарвардская и Инсиад. Она под Парижем, Фонтенбло. И, собственно говоря, вот он, он профессором был в то время и сейчас. И где-то лет 20 назад он основал там магистрскую программу по психоаналитическому, там, коучингу, там. Ну, это называлось по-другому. Си-си-си – это коучинг для изменений. Коучинг касался для изменений, что-то вот, по-моему, так. Я сейчас немножко могу переврать. Короче говоря, смысл ее заключался в том, что это как раз обучение вот этому психонетически ориентированному коучингу, бизнес-консультированию. Магическая программа. И он искал, когда он ее открыл 20 лет назад, он искал в Париже, он искал как бы людей из России, там, потому что много русских компаний там проходит в Инсиаде обучения. Ему нужны были русскоязычные, в том числе преподаватели и экзекутив-коучи, которые могли бы работать там с высшим уровнем бизнеса. Соответственно, как бы он искал через своих знакомых, психоаналитиков, кого-то из России, кто психоаналитик и работает с бизнесом. Ну, и вот он таким образом вышел на меня и в Париже, как бы я как раз был в Париже в это время, он меня пригласил, это было 17 лет назад или 18, я уже не помню. Он меня пригласил к себе работать в Инсиаде и вот, собственно говоря, где-то порядка 17-18 лет я уже являюсь экзекутив-коучем бизнес-школы Инсиаде и работал с Манфредом очень плотно, потому что Манфред сейчас на пенсии. Он отошел от дел, собственно говоря, как бы где-то примерно 3 года, как бы он перестал преподавать в Париже, но он продолжает очень интенсивно работать как консультантом и так далее, по-моему, в Сингапуре, как бы вот это филиал Инсиада. И вот где-то, где-то вот с самого начала он меня все время подталкивал, как бы, и спрашивал, Андрей, почему ты не хочешь организовать что-то в России такое, как вот здесь вот, ну, то, что я организовал там и так далее. И я ему говорил, что это абсолютно сумасшествие, потому что, ну, невозможно в России ничего организовать, там абсолютно, на мой взгляд, дикий, дикий рынок, дикий рынок коучинга, то есть, ну, как, ну, то есть фактически. Кто такой коуч, как бы? Коуч это на тот момент, коуч и бизнес коуч, это тот человек, который может пройти там пару семинаров и стать сразу экзектив коучем. Собственно, ничего не нужно. Мои коллеги сейчас разрабатывают профстандарт для коуча из классического коучинга. Ну, что такое профстандарт для классического коуча? Вам даже высшее образование надо иметь. Вы можете быть, иметь среднее образование, пройти 72 часа обучения коучингу, вы экзектив коуч, можете работать с руководителем. Ну, это абсолютный абсурд, понимаете? То есть, следственный сантехник может там пройти 72 часа работы с руководителем. Ну, абсурд. Короче говоря, я сопротивлялся этому очень долго в то время. Я университетский человек Ломоносовский, на самом деле, и докторская у меня там на факультете психологии защищена. И, собственно, и тогда я на психфаке работал, но вот 10 лет назад вышка начала меня как-то пытаться перетягивать. Я почитал здесь какой-то курс лекции просто так. И вдруг в какой-то момент, ну, не знаю, меня озарило, что это же высшая школа экономики. Почему бы не попробовать? Почему бы не попробовать и не создать вот эту магистрскую программу такую же, как бы, но только другую. Только другую, не как в ИНСИАТ. Почему другую? Да, и я создал ее, как бы, сейчас я скажу, почему другую. Я ее создал, через год мы празднуем десятилетие программы. Собственно говоря, вы как раз будете заканчивать, если поступите, вы будете заканчивать, когда мы все вместе будем праздывать десятилетие программы, юбилей. Я ее создал, она с первого же набора взорвала вообще рынок и так далее. И в саму высшей школу экономики, и вообще в коучинговый рынок. Потому что фактически до этого были семинары по 72 часа, как я говорю. А сейчас это стандарт, наш стандарт это высшее образование, которое каждый коуч должен иметь. Каждый коуч-бизнес-консультант должен иметь высшее психологическое образование, специализацию по этому направлению. То есть это не 72 часа, а 2 года обучения. И на самом деле обучаться можно и нужно всю жизнь. Но базовое образование, оно должно быть серьезное, основательное. Потому что если это профессия, так она и профессия. То есть фактически мы сразу перепрыгнули вот с этого такого вот уровня НЛП как бы на высший вот психоаналитический уровень. То есть психоаналитический коучинг и бизнес-консультирование. Почему она взорвала рынок? Потому что, ну, первое же, в первом же наборе фактически, ну, ведущие как бы такие бизнес-коучи, знаменитые бизнес-коучи на тот момент, они сразу как бы пришли и стали, ну, как бы стали слушателями этой программы, студенты. Я не использую слово студенты, потому что мы здесь с вами взрослые люди. Для меня вы абсолютные коллеги самого, прямо сейчас вы для меня коллеги. То есть абсолютно. Поэтому я стараюсь не использовать это слово студенты. Это вообще не советская программа. Это вообще другая программа. Вы никогда в жизни не учились в таком пространстве, я вас уверяю, как бы спросите у студентов сегодня. То есть это вообще другое пространство. Пространство взрослых людей, как бы, ну, это обучающее пространство, разумеется. С самого первого момента программа сразу как бы завоевала свое такое вот важнейшее место. Что касается Вышколы экономики. Если вы меня будете спрашивать, в чем отличие нашей программы от каких-то других психологических программ. Ну, вот, например, есть там на Вышколе экономики другая программа, психология в бизнесе. В чем отличие, меня спрашивают, там, какая-то часть людей идет туда, там, и так далее. И потом пытаются к нам перейти. Каждый год, например, вот в этом году три человека оттуда ушло к нам, доплатив, потеряв деньги, как бы доплатив, там, и так далее. В чем отличие? Отличие простое, как бы. То есть, смотрите, почти восемь лет, сколько там сейчас, восемь или девять лет, когда, сколько мы существуем. С самого первого момента мы стали программой номер один во всей Вышколы экономики. Что это такое? В Вышшей школе экономики около двухсот магических программ по всем направлениям. Не по психологии, а по всем. По бизнесу, международный бизнес, корпоративные финансы, юристы, там, все, что угодно. Вот у нас программа номер один, сразу. И она каждый год такая. По всем критериям. По количеству людей, которые к нам хотят поступить. По количеству иностранцев, по количеству практики, по вообще уровню образования, по всему, по всему. Чуть позже, как бы, вы поймете, в чем тут смысл. Ну, просто это вообще разные программы. Скажем, то есть... Просто их даже сравнивать нельзя, понимаете? Значит, когда я начал организовывать эту программу, то я понял, что я не буду делать так, как в НСИАДе. Почему? Как у Манфреда, потому что у Манфреда это следующее в НСИАДе. Это модульная программа. Вот сейчас, полтора или два года назад, такое, как бы, сделали в Сколково. То есть, там есть в Сколково, есть обучение экзекутив-коучингу. Такой вот... Экзекутив-коучинга как раз вот, как раз, они смоделировали вот эту идею, как у Манфреда, но структурную, как бы, структурную идею. Значит, оно стоит... Это там сколько, я не помню, то ли 7 модулей, то ли 8 модулей по 3 дня, то ли по 4 дня, то ли по 3 дня. И вот 8 раз вот по 3-4 дня, это стоит 2 миллиона. Соответственно, примерно то же самое в НСИАДе, как бы. То есть, это вот модульная система, там чуть побольше, там, по-моему, какое-то количество тоже модулей. По неделе они приезжают туда и вот, и так вот начитывают им лекции, и они уезжают. Значит, что в результате человек получает? Получает человек некоторое информирование о том, что вот есть такой психологический, психоаналитический подход к коучингу, как бы хорошо бы вот так на это смотреть, хорошо бы так работать и так далее. Может ли он после этого так работать? Нет. Не может. Он не станет профессионалом никогда. Ну, в этом направлении. То есть, он получит некую информированность об этом, но он не станет практиком. То есть, на самом деле, вот наша программа, она как раз противоположная, модульная, именно по той причине, что в нее заложена, ну, другая сердцевина, да, другой смысл. То есть, смысл нашей программы не информировать слушателей о чем-либо, а фактически, ну, вот это вот не на словах, а на деле, единственная практикоориентированная такая вот мощь, ну, на самом деле, не единственная, потому что у меня две программы, вы в любом случае об этом узнаете. Вторая есть программа магистрская по психоаналитической психотерапии. То есть, вот две части моего профессионального я, работа с бизнесом и психотерапия, психоанализ. Вот они разные абсолютно и разные программы, то есть, совершенно разные компетенции у коучей, у психотерапевтов и так далее. То есть, и программы разные. И вот обе эти программы, две, они максимально практикоориентированные. Поэтому люди идут такими, как бы, толпами к нам, потому что фактически, ну, негде больше учиться, там, практике. Мы готовим, по-настоящему готовим практиков. Если где-то в стране у нас, в России, готовят практиков, то только здесь. Поверьте, это абсолютно не пустые слова. Дальше я покажу вам в цифрах, что из этого, почему это так. Значит, смысл программы заключается в следующем. То есть, это не модульная программа, это вот постоянная программа на протяжении двух лет. Ее смысл заключается в том, чтобы, дальше моя любимая метафора, чтобы вы и мужчины, и женщины забеременели новым своим психологическим, психоаналитическим я, коучинговым. Его выносили, родили, и вот это вот психоаналитическое новое профессиональное я стало, как бы, вашей такой вот практической идентичностью. То есть, вы должны в процессе программы родиться как профессионал. И, собственно, как говоря, вот под это все построено. Программа абсолютно центрирована под то, что вы знаете. Обучение на опыте, слышали наверняка. Болтовни вокруг этого очень много. Но вот здесь это не болтовня, а реальность. То есть, все два года это обучение через опыт, постоянный опыт. Соответственно, в чем здесь смысл, да? Смотрите, теперь немножко про конкретику. Без пафоса абсолютно, но абсолютно конкретную вещь. В чем уникальность программы? Но нет другой программы, куда бы вы пришли, и в течение, через три месяца вы получаете возможность начать практиковать. То есть, брать клиентов и начать с ними работать. Начинать с ними работать. Многим это кажется абсолютно как бы из области фантастики. Как бы, как это, почему там и так далее. На самом деле, ситуация следующая. Смотрите, сердце программы – это практика и супервизия. Наверняка из вас подавляюще большинство знает, что такое супервизия. Но кто такое супервизия? Супервизия – это когда человек начинает работать, вот начинающий специалист, начинает работать с человеком, проводит первую сессию. Он проводит первую сессию, и он приходит в группу супервизорскую, у нас групповые супервизии. Например, ко мне в группу супервизии. Там я и какое-то количество как бы слушателей, например, человек 10-15 там будет, да, допустим. Он приходит и начинает рассказывать о том, как прошла сессия, что он сказал, что клиент сказал и так далее. То есть, и вот я и группа помогают ему лучше понять, что происходит, как работать с запросом, на что обратить внимание, как работать. И он ко второй сессии как бы получает поддержку и лучше понимает, что ему делать на второй сессии. Вторую сессию он проходит, он снова как бы проходит групповую супервизию. У нас каждая сессия обязана быть просупервизирована. Это жесткое правило. Теперь вдумайтесь, чтобы вы поняли… Не на словах, а в цифрах. Почему у нас практико-ориентированная программа? Я вам сейчас скажу одну цифру, от которой иностранцы падают в обморок. Ну, о наших-то нечего говорить, как бы, а иностранцы тоже, как бы. Чтобы вы понимали, что на самом деле вот такой программы, как у нас… Ну, то есть, сейчас это уже для всех априори известно. То есть, если я там пять лет назад говорил, что программы не существуют в России, такой программы не существует в мире, друзья, понимаете? Ее нет нигде в мире. У нас преподают австралийцы, европейцы, американцы, латиноамериканцы. Со всего мира, как бы, из вот этого поля нигде такого больше не существует. Когда ты говоришь, что у нас каждую неделю около 40 часов групповых супервизий, может, сейчас уже и больше, да, включая эти… То есть, порядка там 40-50 часов групповых супервизий. Коллеги, вдумайтесь, каждую неделю на программе 40-50 часов групповых супервизий. Это абсолютное сумасшествие, понимаете? Ну, то есть, чтобы вы понимали, например, у Манфреда за всю программу человек участвует там в 3-4 часах групповых супервизий. За всю программу 3 часа групповых супервизий. Сколько? Максимум 3-4 часа за всю программу супервизий. У нас каждую неделю 50 часов. Это не значит, что вы это не сможете все посетить, потому что идут параллельные группы. То есть, во вторник у нас порядка 10 групп, 10 супервизорских групп в параллели, представляете? Каждая группа рассматривает 4 кейса. В принципе, все, что вам нужно для того, чтобы быть практиками, мы вам дадим. Вот, вот все. Вот, вот еще чего-то, еще чего-то, еще чего-то. Можно до сумасшествия доходить, но вот все, что вам нужно, у вас будет. Значит, кроме всего прочего, чтобы не забыть, одна из цифр следующая. Чтобы вы понимали, насколько мы реально инвестируем в эту программу, насколько она для нас сверхзначима там и так далее. Для того, чтобы магическая программа по российским законам существовала, она должна как бы существовать там. У него должно быть там, например, 100% учебного времени, не больше. 100%. Вот для того, чтобы 100% вам дать, например, психология в бизнесе, вот другая магическая программа в высшей школе экономики, она обучает своих студентов три раза в неделю. Три раза в неделю у них занятия. И они нам рассказывают про философию, там, про Аристотеля, там, еще чего-нибудь, как бы, понимаете, здорово. Значит, у нас как бы не три раза в неделю, как Катя сказала, а шесть раз в неделю, причем параллельно идут гигантское количество занятий. То есть у нас не 100%, а около 300. То есть мы даем вам в три раза больше занятий, то есть и платим, соответственно, преподавателям, в три раза больше, чем необходимо, чем нужно по закону. То есть это просто гиперинвестиции в программу, потому что программа, для нас это все, как бы, мы действительно вкладываемся в нее. То есть это совершенно не значит, что вы, видимо, как бы, я тут что-то успел услышать, когда подключался, что не нужно, и ни в коем случае не нужно на все ходить. Вы не просто физически не сможете, но чуть позже мы об этом поговорим. Смысл не в этом, просто это колоссальный спектр возможностей, которые у вас есть. Дальше вы сможете выбирать то, что вам необходимо. Вы сами выбираете, вы это отслеживаете и так далее. Но вернемся еще раз к, почему вы можете работать. Вот представьте, вы поступили, в понедельник у вас лекция по общей психологии. Окей, вторник вы сразу же, мгновенно попадаете на групповую супервизию. Что это такое? Вы приходите, садитесь в группу, и вы слушаете четыре кейса, которые рассказывает второй курс или выпускник, о том, как он работает с другим человеком и так далее. И все это детально прорабатывается, разбирается. То есть вы мгновенно попадаете внутрь реальной работы, коучинговой, консультативной. Вы можете вначале потеряться, что-то присматриваться и так далее. Но буквально со второй супервизии вы начнете включаться в работу, а может даже и с первой, начнете что-то говорить, комментировать и так далее. У вас абсолютно свободная атмосфера, дружеская, принимающая, уважительная и так далее. То есть вы начинаете включаться в эту работу практическую. Но видите, как другие работают. Работают те, кто старше вас на один год. Или если вы выпускники, то больше. Хорошо, вот вы видите, что человек тоже боится, тоже ошибается, ничего страшного не происходит, идет дальше и так далее. Вы начинаете потихонечку созревать. Дальше среда. В среду у вас тоже абсолютно уникальная вещь, которую вообще никто в мире не делает. Это без ложного нарциссизма или скромности, я должен сказать, потому что фактически то, что я делаю, никто в мире не делает. То есть что это такое? Прежде чем открыть эту магическую программу, то, соответственно, я понял, что... То есть нужны какие-то вот эти новые механизмы образовательные. Соответственно, я там начал предлагать, ну, там, посылают, например, там, вот некоторое количество людей, посылают ко мне там разных топов, там, еще чего-то. Я некоторым начал предлагать, которые ненадолго, начал предлагать вариант, что если они мне напишут разрешение на использование видео в учебных целях, то я провожу три сессии для них бесплатно, такого экзекутив-коучинга с видео, которое снимает сзади. Ну, только имя меняется и название фирмы, компании, как бы, остальное все абсолютно реальный коучинг, который снимается на видео. И, в общем, таких кейсов у меня уже, там, больше 30. И, фактически, ну, за курс мы успеваем посмотреть максимум 4-5, как бы, если... Вот, мы не просто смотрим. То есть я... Это не шоу, которое... Это не сериал, там, и так далее. То есть мы начинаем смотреть, как бы, вот я показываю, включая, это реальная моя работа с реальным человеком. Экзекутив-коучинг. Соответственно, мы начинаем смотреть, ну, смотрим 5-10 минут, останавливаем. И дальше мы обсуждаем вот эти 5-10 минут, кто... Вы начинаете работать, там, рассуждать, я, там, комментирую, там, и так далее. Как можно было по-другому, что здесь происходит, почему так, почему не так, где я ошибся, как бы, меня все могут критиковать, разумеется, там, рассуждать, что я сделал неправильно, там, это приветствуется абсолютно, там, и так далее. Я сам замечаю какие-то моменты, например, говорю, что вот здесь я бы сделал сейчас по-другому, вот это ошибка, там, ну, ничего страшного, как бы, и так далее. То есть фактически мы разбираем вот эту вот кухню практической консультативной работы, прям, то есть фактически суперизируем мою работу вместе с вами. Ну, и чтобы вы понимали, что это вообще не шоу, никакое, там, рекорд у нас, там, это, там, по-моему, 5 минут за весь вечер мы просматриваем видео. Потому что настолько, как бы, много вокруг этого всяких обсуждений, деталей, там, то есть это обучение через опыт. Ну, и дальше, и вот такие вот дальше идут, дальше у нас есть практические занятия, опять же, групповой, групповая психоаналитическая организационная психодрама, там, есть, там, на первом же курсе вам будут читать лекции лучший преподаватель в России по психоанализу, как бы, соответственно, дальше. Ну, очень-очень много вот этих всех моментов. Значит, откуда берутся клиенты? Значит, где-то 8 лет назад, когда я это организовывал, то стало ясно, что программа не пойдет вообще. Ну, вот эта идея моя работы с, что, идея, потому что сердце программы – это супервизии. Для того, чтобы супервизии состоялись, нужна практика, да, то есть вы должны, значит, то есть вот, да, вы, да. Извините, я перескочил. То есть, таким образом, смотрите, вот вы постепенно-постепенно окунаетесь в вот эту практическую работу, и за 3 месяца вы начинаете созревать, 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 созревать. Вы набираете определенный критерий, там, количество нужно набрать супервизии, кое-что сделать, и вы получаете допуск. И дальше вам дают, вам дают клиентов. Откуда они берутся, сейчас скажу. Но вы постепенно созреваете, и у вас возникает желание начать. Каждый созревает по-разному. Кто-то созревает через 3 месяца, кто-то через 5 месяцев, кто-то через полгода, кто-то через год, кто-то вообще не захочет работать. Таких не припомню, на самом деле, на своей памяти. Есть несколько человек, которые говорят вначале, что мы точно не будем работать, нет проблем, пожалуйста, как бы. Но не позже, чем второй год, как где-нибудь там ближе к декабрю, они начинают работать, потому что они начинают чувствовать, что им хочется, им интересно. Вот. Значит, соответственно, возвращаясь 8 лет назад, стало ясно, что никакой супервизии вот этой вот роста реальной практикой ориентированности программы не будет, если не будет клиентов. Такой брать клиентов, да. Соответственно, тогда, запуская процесс, я создал попечительский совет, в который вошли 20 крупных компаний крупнейших. Как бы, ну, просто, как бы, там, пришлось включить, как бы, свои связи старые и так далее. То есть, дальше у нас ВТБ, ВТБ стало генеральным спонсором этой программы в течение двух лет. И оно, собственно, обеспечило и помогло на начальном этапе приглашать иностранцев как раз, как бы, очень мощно там и так далее. Вот. И, собственно, вот это вот, и это запустило, как бы, поток клиентов. То есть, мы начали предлагать в компании, что мы предлагаем вот эти программы, три-трех сессий бесплатных для менеджмента, для линейных и среднего менеджмента. Линейного и среднего менеджмента. И, соответственно, все эти сессии, как бы, супервизируются профессионалами, поэтому компании получают серьезную, как бы, такую бесплатную помощь там и так далее. То есть, это взаимная выгода. Ну, и вот это было в самом начале. А дальше уже, как бы, это все пошло лавинообразно. Как бы, сейчас у нас компании выстраиваются в очередь за эти годы. Там мы уже проработали чуть ли не сотни компаний в России совершенно различных. В общем, на самом деле, ну, просто, как бы, с гигантским количеством компаний. Мы проработали и российских, и зарубежных, там, и так далее. И сейчас, то есть, идет интенсивнейшая практика, практика, как бы, работы с реальными людьми из реального бизнеса, как бы, когда вы работаете в бизнес-коучинге, с элементами экзекутив-коучинга и так далее. Если это, там, скажем, руководители, там, ну, они практически, там, то есть, компании стараются, как бы, давать. То есть, условием было такое, что они дают нам линейных и средних. А высший менеджмент, как бы, должен, все-таки, оплачивать. Оплачиваться работа, это коммерческая работа. Я, в свое время, много лет назад, еще основал свою собственную консалтинговую компанию. Она у меня есть, она называется Сапкон. Я ее основатель и владелец стопроцентный. И вот Сапкон, как бы, работает, там, с этими стопами, там, и так далее. И, то есть, я говорю, что вот, но все равно они умудряются топов нам подсовывать. Я, в принципе, не против, как бы, наши люди получают возможность работать с руководителями достаточно высокого уровня, как бы, получать практику. Вот, соответственно, это одна сторона практики. Вторая сторона практики – это наработка бизнес-коучинга. Вторая сторона практики – это наработка консультативной практики, консультативно-психологической, консультативно-психоаналитической с элементами психотерапии. То есть, останется время, почему нужны элементы психотерапии коучу. Я чуть-чуть потом скажу, чтобы сейчас не зависать, как бы, потому что это, ну, мы уйдем далеко. Но я считаю, ну, абсолютно необходимо. То есть, вам нужно уметь немного быть психотерапевтами. Немного. Вы не будете психотерапевтами. Другие компетенции. По завершении программы вы не станете психотерапевтами. Так же, как другая программа, которую выпускает психотерапевтов. Они никогда не смогут работать в бизнесе. Никак. Но вот как раз вы, как раз немного, должны стать немного психотерапевтами. Для того, чтобы эффективно работать с бизнесом. Не как психотерапевты, а как коучи. Почему и как, если там останется время, я готов даже сегодня ответить на вопросы, чтобы вам было ясно. Но с самого начала, уже сейчас, если раньше, как бы, знаете, нас пытались строллить 8 лет назад, вот это, это не коучинг, а психотерапия, там, и так далее, там, такие конкуренты. То есть, сейчас, как бы, все встало на свои места. Уже 5 лет работает вторая программа магистрская, которая готовит психотерапевтов. Разделение предельно жесткое, понимаете? То есть, вот там психотерапия, а здесь коучинг и бизнес-консультирование. Это совершенно разное пространство, совершенно разные компетенции и так далее. Но вам, для того, чтобы эффективно работать с бизнесом, нужно быть немного психотерапевтами. Чуть-чуть. Но это точно нужно. Поэтому для вот этой второй части у нас существует второй проект «Доступная психология», в рамках которого тоже, как бы, к нам приходят клиенты, тоже налаженный поток идет. И это клиенты, которые идут уже с психологическими причинами, проблемами, там, и так далее. То есть, здесь вы работаете уже не только как коучи, но как консультанты и как психотерапевты. ОК, значит, вот эта вот практика, вот это вот много всего в этой программе, гигантское количество, понимаете? Мы уже сейчас даже на воскресенье залезли, ужас, просто, ну, просто кошмар. То есть, уже воскресенье в этом году захватили под психоанализ кино. То есть, идет разбор кино, там, с психоаналитической точки зрения, там, и так далее. Кто хочет, может участвовать, пожалуйста. То есть, ну, сумасшествие, конечно, как бы, но да. То есть, ну, мы вкладываемся, это наше жизненное пространство, понимаете? То есть, мы не просто учим, ну, короче говоря, это единая команда преподавателей, там, слушателей, выпускников. Это громаднейшее пространство такое, вот, обогащающее друг друга. Важнейшая уникальность программы еще и в этом, в том, что мы сумели создать абсолютно свободную среду, творческую, страстную такую среду энтузиазма. Вот это удивительно, как бы, на самом деле. То есть, ну, вы сейчас вряд ли это почувствуете или поймете, как бы. Ну, вот можете, может быть, немножко почувствовать, когда студенты начнут говорить, там, или поспрашиваете у них. Обычно от них это излучается, но обычно это люди говорят следующим образом, что приходят, там, с работы в сумасшедшем тяжелом состоянии, дотаскиваются, там, до занятия. А после занятий, как окрыленные люди выходят, глаза горят, там, и тогда интересно. Понимаете? То есть, это интересно. Включается страсть, включается интерес, любопытство, там, желание, другие смыслы. Я уверен, что подавляющее большинство из вас, которые к нам придут, они приходят именно для этого. Для того, чтобы открыть другие смыслы, для того, чтобы почувствовать это новое пространство для жизни, для работы, там, и так далее. И вот это дает новое смысл. Иначе выгораешь. Наверняка многие из вас, как бы, в каком-то состоянии предвыгорания, там, или еще что-то. Вот смысл заключается не в том, чтобы визжать на Бали, там, или еще куда-то. Выход из выгорания только один. Парадоксальный. Нужно загореться другим. Понимаете? То есть, вот, например, есть два типа выгорания. Первый тип выгорания, это одна крайность, это когда... Нет смысла. Ты делаешь что-то бессмысленное. Как локомотив, там, этот... Водителя локомотива. Вот они выгорают дико, потому что все на автомате идет, там, и так далее. Им делать нечего. Никакого стресса нет, потому что автомат все, как бы, делает за них. И они начинают выгорать. Отключается внимание, там, и так далее. Второй тип выгорания, это когда, там, перенапряжение, пере, как бы, слишком, слишком горячая ситуация. Два типа выгорания. И, как я люблю говорить, в моей концепции, избавиться от этого можно только одним способом. Нужно не... Нужно продолжить. То есть, нужно все время гореть, но умея восстанавливать себя. То есть, включать в себе вот этого феникса, понимаете? То есть, нам нужно учиться все время гореть творчески и заботиться о себе, чтобы не доводить до вот этой вот... То есть, и чтобы не было недостатка огня, но и чтобы не было переизбытка огня, да? То есть, вот в этой вот такой вот жизненной зоне такого творческого страстного горения. Это очень важно. Это наше пространство на программе. Вы это достаточно быстро почувствуете. Особенно это чувствуется на наших вот этих вот три раза в год. Ну, условных корпоративов, но у нас это не корпоративы. Если кто-то знает слово капустник, то вот это капустники, где у нас там... И 100% времени, когда мы встречаемся, в 80% занимает... Люди готовятся и представляют разные программы, там какие-то там сценки сумасшедшие. Ну, мы просто с ума сходим, да? Безбашенность такая вот психоналитическая. Карнавал какой-то сумасшедший. Ну, вы даже себе представить не можете. Это просто какое-то сумасшествие. На самом деле, уже давно, уже много лет как бы у нас существует постдипломное пространство. То есть люди заканчивают специально для того, чтобы они не оставались в пустом пространстве. Как бы много лет назад я основал как бы новую ассоциацию. Ассоциацию психоналитического коучинга и бизнес-консультирования. Вначале я был президентом, сейчас я там почетный президент. Два года назад эта ассоциация перешла, стал президентом Ирены Зотова. Она подключится и расскажет вам. Она сейчас очень классно функционирует благодаря как бы вот этой новой команде. Как бы коллег, которые пришли и развивают ее. То есть, соответственно, вот это вот пространство, которое как бы для постдипломного развития, там есть своя сертификация и так далее. Там сейчас все разработано, колоссальная международная связь и так далее. То есть, ну, пространство это и есть. Есть коммерческое пространство, там моя компания Садкон и так далее. То есть, есть пространство на практике, можно теоретически как бы... Ну, то есть, не ждите, что вам все что-то будет даваться, но как бы если есть желание, то дальше как бы вот есть и пространство там для работы. Для работы, но здесь уже нужно как бы проявлять активность другую, как бы не обучающую, профессиональную. Значит, кроме этого, что еще хотел сказать? Главное, главное, главная проблема, две главные проблемы. Две главные проблемы для вас при поступлении на эту программу. Ну, много других, но две главные. Первая главная проблема заключается в том, что... Ну, как вы знаете, студенты ноют иногда, что вот этого не хватает, этого, что-то... У нас нет такого, что что-то не хватает, понимаете? У нас всего слишком много. И главная проблема заключается в том, что... Ну, как бы некоторые люди как бы пытаются от жадности пытаться ухватить все-все-все-все и могут перегореть от этого, знаете, как... Не перевариться, да, допустим. То есть, соответственно, здесь нужно выбрать правильный ритм, свой собственный ритм, идти со своей собственной скоростью. Все взрослые люди, у всех семьи, дети работают там и так далее. Поэтому мы не проверяем посещаемость. У нас это взрослая программа, она абсолютно живая. Как бы мы исходим из ваших возможностей. Вот как считаете для себя возможным, так в таком ритме вы и ходите. Кто-то уезжает там за границу на три месяца, как бы там еще кто-то там куда-то там, я не знаю. Доберете все потом. Мы исходим из того, что потом вы сможете... То есть, формальное образование два года, неформальное растяните хоть до 20 лет, понимаете? Можете ходить там, продолжать обучаться там и так далее. У нас так все и делают, на самом деле, выпускники. Вот. Соответственно, вот этот момент, да? То есть, вы сами выбираете. Три раза в неделю это очень хороший ритм. Это вообще более чем хороший ритм. Ну, есть фанатики, которые ходят и шесть раз в неделю, но это надо семью не иметь и там, и работать там, и так далее. Поэтому все хорошо, как бы, закладывайте на свой ритм, на свой собственный, как бы, и так далее. Исходите из него. Никакого фанатизма не нужно, потому что фанатизм – это одна из главных проблем. Можно выгореть. Вторая главная проблема заключается в том, и вот здесь, как бы, ну, я даже, может, отговаривать вас буду в каком-то смысле, да? И здесь, как бы, вот это второй ваш вызов заключается в том, что, и вторая трудность программы, что программа не, как я сказал, не советская, не академическая, а настоящая практика ориентированная. Это очень сладко звучит. Ну, и вторая сторона этого. Вторая сторона этого означает то, что, ну, поступая, входя в эту практику, эта программа запускает у вас серьезнейшие внутренние изменения, внутренние вызовы, пересмысление, там, и так далее. Вы входите, как громадный коучинговый процесс двухлетний, понимаете? Это вот, она выстроена, как двухлетний коучинговый процесс, в котором вы меняете себя, там, и так далее. Не просто становитесь профессионалами, у вас меняется еще и ваше я личное, там, перерабатываются проблемы, там, и так далее. На этом этапе вы просто по себе узнаете, всегда возникает сопротивление. Сопротивление, там, конфликты внутренние могут как-то, то есть, это вызов. Как я люблю говорить, как бы, слово сейчас, вот сейчас эта формулировка не очень, блин, забрали у меня эту формулировку в негативном смысле. Я всегда говорил, что после нашей программы вы никогда не будете прежним. Это было правдой. Но сейчас, говорится, мир никогда не будет прежним после коронавируса. Это второй смысл этого приобретать, нехороший. Но, в общем, после этой программы вы действительно не будете прежним. Потому что она заставляет измениться, она побуждает измениться, она вынуждает измениться. Это главный вызов. Если вы хотите прийти просто, как бы, вот, пройдя по касательной, ну, тоже можно. Ну, тогда просто, как бы, вы не получите того, что можно получить от этой программы. Но это будет ваш выбор. Это не проблема. Для нас это не проблема. Можете, как бы, можете пройти по касательной, как бы, и все. Но большинство погружается, как бы, и вот, использует эту программу для, в том числе, и личностных изменений, не только профессиональных. Личностные изменения – это, действительно, важнейшая часть программы. Значит, еще один момент, который я хотел сказать про бакалавров. Смотрите, это частый типичный вопрос. Там, вот, у вас программа такая взрослая, профессиональная, там, вообще, как бы, там, вот... Иногда бакалаврам кажется, что, ну, там, молодым кажется, что им здесь, там, не место, там, или еще что-то. Это неправда. Каждый, каждый набор, в каждом наборе у нас порядка, там, ну, не знаю, там, 20, ну, 10, 15, 20 человек после бакалавриата. То есть, молодым просто это, знаете, это вот, как вытащить счастливый лотерейный билет, попасть на такую программу. То есть, выскочить из вот этого формального советского, как бы, академического образования, попасть вот в эту гигантскую, энтузиазмом дышащую, страстную, взрослую, профессиональную программу, где множество людей с колоссальными связями из разных сфер бизнеса, понимаете? То есть, вы приходите, это же колоссальная среда для взаимообмена. Причем, это не только ваша группа, это второй курс, куча выпускников у нас уже, там, порядка 400 выпускников, там, преподавателей и так далее. То есть, это, это вот просто невероятная, как бы, сфера возможностей, в том числе, там, профессиональных бизнес, там, связей, там, и так далее. Для молодых это просто счастливый билет. То есть, это как раз такой лифт колоссальный, там, вообще, то есть, просто, как бы, это счастье, да? Вот, что еще? Значит, смотрите, что, да, у меня есть еще, там, и дальше вопросы. По, это вот все, что я обычно говорю, то, что я говорил сейчас, более-менее, это все, что я обычно говорю, там, но ситуация сейчас изменилась. Поэтому я хочу два слова этому все-таки уделить. Значит, сейчас, в связи с этой эпидемией, как бы, ситуация реально изменилась. Поэтому, о чем это говорит и какие-то привносят изменения, как бы. Но вы должны понимать, что мы единственная программа, мы две, вот первая моя и вторая, в вышке, которые ни на день не остановили свое обучение. Ни на день. То есть, все остальные ждали, там, перестраивались на какую-то дистанционную, там, тянули. И у нас, как только возникла, как бы, необходимость, мы мгновенно переключились на дистанционную. Ни дня, ни часа мы не потеряли. То есть, мы мгновенно перестроились, и мгновенно, как бы, и сейчас это прекрасно совершенно происходит обучение. Можете спросить у студентов. То есть, это абсолютно стопроцентное. Они получают, продолжают получать ровно то же самое. Значит, когда все закончится, это точно закончится. Мне кажется, что нужно будет какой-то найти баланс правильный между... Раньше мне казалось это немысленным, но сейчас я понял, что, как бы, наверное, будет правильно, там, я не знаю, треть или, там, четвертую часть программы перевести оффлайн. Онлайн, онлайн. Перевести в онлайн. Чтобы вам было легче, там, и так далее. То есть, просто, как бы, многим легче подключаться. Мы посмотрим, как это будет, но попробуем это сделать, посоветовавшись вместе с слушателями, и так далее. Это первый момент. Второй момент. Где-то месяц назад, когда все начиналось, я провел семинар по тревоге. Ну, вопросы-ответы, там, свои соображения о том, как работать с тревогой, как ее проживать, вот эту ситуацию с коронавирусом для слушателей программы, там, для выпускников и так далее. Там есть интересные мысли. Я думаю, что, как бы, это было бы полезно, поэтому мы вам пришлем это видео. Этой встречи, послушайте, может быть, это поможет. Это в качестве подарка будет. А теперь мои соображения, как бы, на эту тему, на тему коронавируса, и как это может повлиять, как бы, на ваше решение, поступать или не поступать. Смотрите. Ну, дальше меня можете в вопросах о чем-то спросить, что вас волнует. Ну, опережая, как бы, я скажу свои соображения. Смотрите. Первое. Допустим. Вы сейчас думаете... Ну, по количеству человек, которые сегодня участвуют, вы можете увидеть, а записалось там намного больше, вы можете увидеть, на самом деле, что, ну, как бы, с набором у нас точно будет все в порядке. Набор у нас каждый год сумасшедший. То есть, там люди просто, как бы, ну, те люди, которые опаздывают, они не попадают, там, и так далее. То есть, да, кстати говоря, вот этот момент, я сейчас вернусь к коронавирусу, быстро я скажу. Смотрите, людей очень много сейчас, и никто не уходит. Ушло там вот за это время три человека всего. Вот за время, пока я говорил. Там у нас участников 115, ну, то есть вас где-то 110. Соответственно, почувствуйте, да, мы возьмем максимум 80 человек. Это максимум. Соответственно, соответственно, каждый год происходит одна и та же история. Если вы чуть задерживаетесь документами, вы не попадаете, потому что с 1 июня начинается сдача документов. Где-то к середине июля у нас заканчиваются места. Понимаете? Как правило. То есть, потому что все, как бы, люди сдают документы уже в мае. То есть, надо сдавать документы в мае, как бы, и так далее. То есть, надо занимать очередь. Потому что иначе просто, как бы, вы потом будете расстраиваться. Набор идет до конца августа. Но до конца августа, как бы, вы захотите поступить, но уже не сможете. Как это бывает каждый год. Значит, это вот одна история. В этом году будет та же самая история. Почему? Во-первых, потому что идет совершенно сумасшедшая, как бы, совершенно сумасшедшая потребность людей вот в психологическом, как бы, понимании вот этой ситуации. Итак, в чем отличие коронавируса сейчас? Вот, допустим, у вас есть желание, например, подумать, ну, сейчас, наверное, не время, как бы, дай-ка я поступлю, например, через год или через два. Сейчас экономлю деньги, например, там, деньги лучше сохранить, там, и так далее. Поступлю через год-два, как бы, ситуация изменится, станет легче. Почему, как бы, в этой ситуации вы точно проиграете? Смотрите, если вы поступаете на программу сейчас, то вы выиграете в двух измерениях. Первое. Вот эта программа, как я сказал, она фактически запускает механизм психологических изменений, поддержки, там, и так далее. То есть вы уже будете проживать всю вот эту вот ситуацию, которая, конечно, продолжится в той или иной степени эпидемическая, да кризисная, там, и так далее. Все быстро, очень, мгновенно не закончится, как бы нам это ни хотелось. То есть ситуация с неопределенностью только нарастает, как бы. Соответственно, вот это вот, вы сможете внутри себя по-новому личностно прожить эту ситуацию, выйти из нее гораздо более сильным, гораздо более, как бы, ну, таким, в оптимальном состоянии. Если вы будете проживать ее, не, не, ну, скажем, условно говоря, вы отложите визит на программу на год, на два, фактически вы будете проживать эту ситуацию, как вы вот сейчас проживаете. То есть через, ну, без вот этого психологического понимания, психоаналитического понимания, там, и так далее. То есть фактически вы будете проживать ее по-старому. А задача ее – прожить по-новому для того, чтобы использовать вот эту тревогу как новый ресурс. То есть я хочу сказать, что очень важно, чтобы вы прожили вот этот стресс, который сейчас происходит, и он продолжится, эпидемия закончится, он продолжится все равно. Очень важно, чтобы вы прожили по-новому и использовали это как ресурс для собственных изменений, для того, чтобы стать сильнее, открыть себе жизненную силу, быть более сильными. более эффективными. Это первое. Второе. Вот у нас корпоративная практика, да, там была, и достаточно хорошо шла, там, и так далее. Как только эта ситуация случилась, сейчас просто как бы, ну, всем нужна помощь, всем организациям, там, и так далее. Естественно, как бы запросы резко возросли, потому что, ну, просто там, люди идут в разнос, понимаете. Соответственно, в течение вот этого ближайшего года, то есть вот эта вот потребность в практической работе с бизнесом будет только расти еще больше, еще больше, еще больше. Она не закончится и через год, там, и так далее. Но если, если вы придете сейчас, то через два года вы уже можете выйти как практик, уже с таким ресурсом, багажа, как бы, своего, там, и так далее, выйти в рынок, который развивается, который, в котором будет потребность вот этого, потребность в коучинге, в бизнес-казурте гораздо выше, чем сейчас, еще выше, чем сейчас. Сейчас уже она высокая. Соответственно, если вы этот момент пропустите, вы пропустите, как бы, вот весь этот ресурс. То есть я хочу сказать, что эта ситуация не только беда, но для нашей с вами профессии это колоссальный ресурс. Понимаете? То есть это вот то, когда мы включаемся. То есть, хотел сказать, слава богу, не слава богу, а, ну, хорошо отчасти, да, что мы включаемся не так, как медики. Медики включаются, конечно, уже совсем по-другому. Они включаются реально на передовой. То есть у них там тоже, как бы, сейчас, ну, они включаются в гораздо более тяжелой ситуации, чем мы. То есть сравнивать нельзя абсолютно. Мы как несопоставимо в более комфортной среде. Но, как бы, эта ситуация, как бы, это вызов и для нас тоже, для профессионалов. Соответственно, мы здесь вовлечены в нее тоже очень сильно. Короче говоря, ни люди не будут прежними, ни бизнес не будет прежним после этой ситуации. Это вы на река знаете. Соответственно, мы, наша профессиональная помощь, должна быть готова к тому, чтобы эти вызовы принять и работать с этим. И поэтому в это надо включаться как можно раньше. Если вы включились сейчас, у вас будет шанс войти в этот локомотив. 90% слушателей магистской программы не имеет психологического образования. Вам оно не нужно, вы его получите, понимаете? Короче говоря, к нам приходят люди из всех сфер бизнеса, со всеми образованиями, экономика, юристы, математики. Вот все, отовсюду, от кого-то, финансы. Со всех компаний, со всеми видами образований. Доктора технических наук у нас учились там и так далее. Кандидаты экономических, кандидаты филологических, философы там. Ну, вообще кто? Математики. Очень много юристов там. Ну, понятно, что... Короче говоря, отовсюду. Это Булонская система. Булонская система предполагает, что у вас должно быть высшее образование. Если у вас есть высшее образование, любое, вы можете войти на любую магистскую программу по любой специализации и стать магистром. Двухлетнее образование, магистром психологии по вот нашему направлению. Executive Coaching и бизнес-консультирование. Субтитры создавал DimaTorzok